Алексей Соболевский в органах внутренних дел работает около пяти лет. По словам коллег, его победа в конкурсе «Народный участковый-2018» – заслуженная награда. Алексей окончил Курскую государственную сельхозакадемию по специальности юриспруденция. С детства увлекался боевыми искусствами. В 2014 году он представлял управление МВД России Одинцовская на чемпионате Московской области по самбо среди сотрудников полиции, где занял почетное второе место. На службу МВД России Одинцовская Алексей поступил благодаря школьному товарищу. Получилось так, что мой товарищ, товарищ детства, с которым мы когда-то занимались спортом в юношестве и так далее, продолжали поддерживать отношения. Он, конечно, старше меня, и уже имея опыт работы, пригласил меня. Он здесь уже проходил службу. Пригласил меня, но я, разумеется, не отказался. Сегодня в ведении Алексея Соболевского находится административный участок номер 93, центральная часть города Звенигород. Именно на ней расположено большинство учреждений, в том числе и развлекательного характера, кафе и ресторанов. На веренной участковому территории проживает порядка 4 тысяч человек. Алексей признается, сложностей у участкового полномоченного немало. Всегда на виду свой для всех. Здесь мало знать сухую формулировку закона. Залог успешной работы – выстраивание доверительных отношений с людьми. Люди-то приходят к нам в преимуществе своем, они приходят с проблемами с какими-то. А дальнейший контакт зависит только от того, насколько ты можешь быть им полезен. Если ты помогаешь им, действительно, стараешься, по крайней мере, это сделать, разрешая те или иные вопросы, то, естественно, и отношение к тебе будет подобающее. Проверка документов, урегулирование семейных и бытовых конфликтов, надзор за лицами, имеющими психические нарушения, страдающие алкоголизмом, наркоманией – все это будни участкового уполномоченного. Важную роль играет и профилактическая работа. Сегодня Алексей, как и всегда, на службе рассказывает жителям о том, как не стать жертвой мошенников. Пользуйтесь мобильными телефонами. Наверняка приходят всякие смс-сообщения вам, содержание такого. Не переходите ни по каким ссылкам, никому не перезванивайте. Если какие-то сомнения вызывают, у вас тексты и поступающие. Я все это знаю теперь. Вот. Вот видите, каким умоматься. Не зря мы с вами встретились. Для Алексея забота о людях не ограничивается служебной работой. Несколько лет назад полицейский узнал об истории маленького мальчика Тимофея Ивычкина с детства больного онкологией. Ребенок увлечен всем, что связано с работой полицейских, в том числе участковых уполномоченных. Полицейские со всего мира присылают мальчику фотографии с хэштегами «Тим и живи». Пользуясь случаем, Алексей Соболевский желает Тимофею скорейшего выздоровления. Екатерина Яровая, Станислав Трифонов. Телекомпания Одинцова.